День компьютерщика Электрический числовой интегратор и калькулятор И был он создан для подсчета нужд армии А именно снарядов для артиллерии и авиации До этого в армии были целые отделы Где сидели люди и просто тупо считали А их должность называлась армейский калькулятор Так, 17 гранат, 30 снайперских, 28 штурмовых винтовок Это был пи***ц какой-то Чувак, не отвлекайся Так, 30 штык ножов Кстати, Эняк первый проработал аж до 2 октября 1955 года Также 14 февраля отмечают и Международный день дарения книг Читио? Ну да, ты же слишком сопляшный, чтобы у тебя были книги Короче, этот праздник для тех, кто дарит детям книги Рассказывает о чудесах книжного мира И прививает им любовь к чтению Кто вообще эту херню придумал? Прости, не сдержался. В Штатах есть сайт детской книги, которую основала Эми Бродмур. Так вот, ее сын однажды спросил. Мама, почему нет особого дня, когда люди дарят друг другу книги? И Эми воодушевилась этой идеей. Стала распространять в сети предложение принять участие в инициативе. И в итоге этот праздник появился в 2012 году. И опыт превзошел все ожидания. Теперь люди не просто дарят друг другу книги. Они рассказывают свои истории и делятся своим фото в Твиттере, Фейсбуке и на сайте International Book Gaming Days website. Вдохновляя все новых и новых участников присоединиться к проекту. Сегодня акция известна во всем мире, которую, кстати, поддержали многие знаменитости. Ну а если вы хотите отпраздновать Международный день дарения книг, то сделать это очень просто. Подарите книгу другу или члену семьи. Оставьте книгу в зале ожидания или фойе, ну там, где люди вынуждены проводить много времени. Или же пожертвуйте свои книги, которыми вы не пользуетесь в библиотеке, школе, детской больнице, детскому дому, благотворительной организации, ну или еще куда-нибудь. А этот поцик прошаренный, однако. Полюбас, он просто хотел еще одну причину прогуливать школу и попросил об этом мамку. Ну-ка, что у нас гласит Евангелие от Матфея, глава 5, стих 39? Кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другу. Продолжим далее. В смысле? Еще есть праздники, что ли? Конечно, помимо этих есть и еще. Например, День психически больных людей, День маленьких перевоплощений, День аэрофлота, Всемирный день исцеления звуком, День рождения французского языка, Воскресение аутизма, День поклонения родителям, Мужской день, День шоколадных конфет с кремом, Битва апельсинов, Масленица в Дании и Норвегии, Праздник виноградарей, День донора органов, День осведомленности о краже домашних животных, День генералиссимуса, День памяти Рафика Харири. Ну и, само собой, День святого Валентина и День антивалентин. Кстати, ты ж в курсе, что праздник День святого Валентина не относится к какому-то конкретному Валентину? А их, ну, как минимум трое. Серьезно? Ага. Церковь даже не знает, когда именно они родились и чем они занимались. И известно только, что все они были мучениками и умерли не своей смертью. Так что спустя почти 300 лет после их смерти Папа Геласий решил прославить сразу множество разных мучеников и, среди прочего, и Валентинов. Так что многие столетия этот день был исключительно о мучениях и смерти за веру. А при чем здесь любовь? Абсолютно не при чем. Просто почти тысячу лет спустя после жизни и смерти Валентина в 1382 году английский поэт Джеффри Чосер в своей поэме «Птичий парламент» написал Ну, или как-то так, я уже не помню. Так что романтической части Дня Святого Валентина мы обязаны романтикам средних веков. Кстати, первую Валентинку отправил в 1415 году своей жене герцог Орлеанский Чарльз, а в 1969 церковь и вовсе упразднила праздник в честь Святого Валентина, но потому что о нем практически ничего неизвестно. Вот такие вот дела. Нифигашечки. А, кстати, а что за праздник День Анти-Валентин? О-о-о! Это Международный День Чудаков-Одиночек, который было решено проводить в противовес Дню Всех Влюбленных. Ведь далеко не весь мир сходит с ума от Дня Святого Валентина, от сердечек, открыток и любовных признаний. Ведь как же быть людям, не имеющим пары? Просто ходить грустить в этот день? Вот поэтому эти одиночки и придумали этот праздник. Они дарят разбитые валентинки, черные шарики и открытки с ироничными надписями. Поэтому многие бары и рестораны устраивают анти-валентин, где собираются одиночки. Они точно так же веселятся и пьют шампанское, как и влюбленные, но чувствуют себя свободными. И несмотря на то, что День Чудаков-Одиночек отмечают в Кливленде и Сан-Франциско, Чикаго и Нью-Йорке, присоединиться к празднованию этого дня может абсолютно любой человек на планете, не желающий ощущать себя одиноким 14 февраля, ну или отрицающий всеобщую любовную лихорадку. Ну а на сегодня это все. С вами был я, Брок из Академии Брокколи. И счастливого любого дня 14 февраля. Ну что же, ребятушки, как вам полный комплект праздников на 14 февраля? Нехило, да? Бэйби рай, как говорится, на любой вкус. Поэтому в комментариях жду от вас праздник, который вы выберете и будете отмечать. В этом году, ну или последующем. Ну а если вам, как всегда, все вхватило, то не забывайте ставить лайк, подписываться и репостить этот видосик.